Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию интересные факты и книги для детей о медведях. Медведь – издревле почитаемое в России животное, персонаж фольклора, ставший одним из главных символов нашей страны, олицетворяющим мощь, смелость, благородство и величие русского народа. Неудивительно, что в России у этого зверя есть и свой персональный праздник – День Медведя, отмечаемый ежегодно 13 декабря. Считается, что именно в это время все медведи устраиваются в своих берлогах на зимнюю спячку, в которой пребывают до самой весны. Медведи издавна не только боялись, как одного из самых опасных зверей в лесу, но и уважали. Люди верили, что если произнести имя животного, оно тут же появится. Для того, чтобы как-то обозначить медведя в речи, ему придумывали разные прозвища. Как только не называли его на Руси – и Мешуком, и Косолапым, и Потапычем, а еще уважительно – Михаила Потапыч или Михаил Иванович. В словаре «Даля» насчитывается более 30 медвежьих прозвищ. Хозяин, сам, косматый, мохнатый, косолапый, бортник, черный зверь, старик, лесной человек и другие. Заметили люди, что любит этот зверь мед и знает, где его можно найти, и придумали такое прозвище – медведь, то есть ведающий, где мертв. На территории России встречаются три вида медведей. Самый крупный, весом до 700 и более килограммов, белый медведь, обитающий во льдах и на островах Северного Ледовитого океана. В Приморском крае, на Дальнем Востоке, встречается небольшой, вес до 150 килограммов, черный или гималайский медведь. Бурый медведь – самый крупный зверь, который водится в русских лесах. Он обитает на всем протяжении российской таежной зоны, от лесостепи до лесотонда. Высота некоторых взрослых особей достигает трех метров, а вес – 725 и даже тысячи килограммов. У медведя мощное тело, массивная голова с короткими ушами и маленькими глазками, хвост короткий, шерсть густая и жесткая, черного или бурого цвета. Лапы пятипалые, с большими когтями, длиной от 7 до 18 сантиметров, причем на передних лапах когти длиннее, чем на задних. Косолапая медвежья походка обусловлена строением ноги. Медведь, как и человек, в отличие от собаки или кошки, при ходьбе опирается на всю стопу. При этом он ставит лапу пяткой наружу и носком внутрь. Медведь – сиядин. Летом и осенью основная его пища – ягоды, желуди, орехи, корни, клубни и стебли трав. В рацион животного также входят насекомые, ящерицы, лягушки, грызуны, рыба. Бурые медведи забывают и копытных, косуль, оленей, лосей и кабанов. Медведь обладает хорошим обонянием и слухом, но зрение у него слабое из-за безорукости. Он прекрасно видит муравьев, но плохо различает удаленные предметы, особенно, если они неподвижны. А еще он один из немногих в животном мире, который видит цветные картинки. Медведи – невероятно умные. Они могут подбрасывать камни и палки в капканы, чтобы их обезвредить и достать приманку. Они – в состоянии запутать следы, идя задом наперед или кругами. Любознательны, обладают хорошей памятью. Бурые медведи отнюдь не отличаются добродушием. Это сильные, бесстрашные и даже коварные хищники, обладающие хитростью и высоким интеллектом. Самые крупные медведи живут на Камчатке. Типичными местами обитания медведей являются глухие леса с буреломами, перемежающиеся болотами, лужайками, водоемами. Берлогу медведи устраивают осенью, выбирая самые потаенные уголки леса. Часто берлоги располагаются в ямах под защитой бурелома или корней упавших деревьев. В берлогу зверь приходит за несколько десятков километров и, приближаясь к ней, всячески запутывает следы. У медведей встречаются и излюбленные места зимовок, куда они собираются с целой округи. Берлогу сверху заносят снегом и остается только небольшое отверстие для вентиляции, так называемое пчело, края которого покрываются инием сильной морозы. Состояние медвежьей спячки правильнее называть зимним сном, так как в это время они сохраняют полную жизнеспособность и чуткость. Медвежья спячка ставит перед учеными немало загадок. Медведи лежат, почти не двигаясь, до шести месяцев и при этом сохраняют объем мышечной ткани. Они все это время не едят, не пьют, но способны быстро очнуться. Дольше всех в беглогах живут медведицы с медвежатами, меньше старые самцы. Особенность медведей подать в зимнюю спячку и пробуждаться весной стала ключевым фактом представления о медведе как о существе, которое замыкает зиму и отмыкает весну. С весенним пробуждением медведя славянские народы связывали наступление весны. Считалось, что медведь наделен особой мудростью, всеведением. Он способен защитить от колдовства, болезней и всевозможных бед. Считалось, что медведя даже черт боится. Пульт медведя пожал и самые древние висковые человечества. Еще неандертальцы совершали ритуальные медвежьи захоронения. Археологи находят кости бурового медведя с возрастом 8000-2500 лет назад на восточных предгорьях Урала. В день весеннего равноденствия славяне отмечали языческий праздник Камоедица, посвященный прославлению медведя. Верили, что именно в это время пробуждается природа и просыпается от зимней спячки медведя. Его считали хозяином леса и прародителем людей, связанным с духами предков. Также медведь был символом бога богатства, скотоводства и плодородия Велеса. Поэтому было очень важно задобрить медведя и встретить праздничество. На Камоедицу пекли пироги, варили овсяный кисель и угощали друг друга блинами. Первый блин относили в лес комом, медведям. Говорили, первый блин комом, блин второй знакомым, третий блин дальние родни, мне, а четвертый мне. А еще прыгали через костер, сжигали чучело богини зимы и смерти Марены, устраивали кулачные бои и будили медведя, водили хороводы вокруг ряженого, укрывшегося валежников. Часть этих обрядов сохранилась в праздновании Масленицы. Интересные факты о медведях. Медведи появились примерно 5-6 миллионов лет назад. Продолжительность жизни медведя 25-40 лет. 200 дней в году медведи пробудят в зимней спячке. Во время нее они теряют до половины массы своего тела. Поэтому перед спячкой бурые медведи набирают около 200 килограммов жировых запасов. Но не все медведи впадают в зимнюю спячку. Например, полярные. У них в спячку уходят только беременные медведицы. У белых медведей черная кожа. У всех медведей два слоя шерсти. Один защищает от воды, другой помогает сохранять тепло. Медведи способны развивать скорость до 55 километров в час. От них не сможет убежать даже профессиональный спортсмен. Масса тела медведей велика, и он кажется неуклюжим, но на самом деле это бесшумный, быстрый и легкий в движении зверь. Как и человек, медведь способен на прямохождение на одних задних лапах. Медведи очень хорошо лазают по деревьям, умеют ловить рыбу. Медведи прекрасно плавают, могут переплыть реку или озеро шириной в 5 и более километров. Изображение медведя имеют на своих гербах многие русские города Ярославль, Новгород, Екатеринбург, Норильск, Пермь, Югорск, Сыртывка, Хабаровск. Медведь один из символов России, поэтому неудивительно, что эмблемой и талисманом Олимпийских игр 1980 года выбрали Мишу художника Виктора Чижикова, официальное имя Олимпийского Мишки Михаил Потапыч Топыгин. А белый медведь по имени Полюс стал одним из символов зимней олимпиады, проходившей в 2014 году в Сочи. Памятники медведям в России. Медведь на скамейке в городе Великий Новгород. На набережной Александра Невского на лавочке сидит бурый медведь, конечно же не настоящий, но такой же большой и чрезвычайно дружелюбный. Медведь был создан в 2007 году новгородским скульптором Вадимом Боровых. В Ярославле в сентябре 2009 года был установлен памятник «Громзовый медведь». Скульптура изображает медведя, который вышел навстречу Ярославу Мудрову. Через каждый час строго по расписанию можно услышать громкий рев облашающий площадь. Памятник расположен на пересечении улиц Первомайской и Нахимсона. Новый памятник появился на пешеходной улице Кирова в самом центре Ярославля. Символ города сидит на лавочке, закинув ногу на ногу. В одной руке он держит секиру, в другой яблоко. Довольно интересно история возникновения памятника медведю Перми. Авторы проекта говорят, что идея памятника связана с представлением иностранцев о том, что по улицам Муральских городов обязательно должны ходить медведи. Этот зверь изображен на гербах Пермского края, коме округа и города Перми. Бронзовый мишка весом в одну тонну прибыл из Екатеринбурга в 2009 году 11 июня за день до празднования дня города Перми и поселился у отеля Урал. Здесь начинается Россия. Символический памятник, установленный в 2011 году недалеко от города Петропавловск-Камчатский на пути из аэропорта, куда прибывают гости Камчатского края. Каменная скульптура изображает медведицу с медвежонком в натуральную величину. В зубах хищница держит тушку лосося. Памятник установлен на высоком постаменте из дикого камня, на который нанесена надпись и давший композиции имя. Здесь начинается Россия. От перекрестка, где установлен памятник, открывается великолепный вид на величественный конус Корякского вулкана. Памятники медведев есть и во многих других российских городах Санкт-Петербурге, Мурманске, Уфе, Москве и Рязани, Кемерове, Парнауле и многих других городах. В нашей стране и за рубежом большой популярностью пользуются мультсериалы «Маша» и «Медведь». Наш народ любит хозяина леса. Он является героем многих сказок, научных и художественных книг. В русских народных сказках и былинах часто встречается образ медведя, в которых он может быть добродушным и доверчивым, глупым, ленивым, неуклюжим и бесхитростным. Медведь – заметная фигура в народном фольклоре. О нем сочиняли не только сказки, но и песни, пословицы. Образ медведя в сказках зачастую отличается от медведя, живущего в природе. О жизни в своей среде обитания и повадках медведя можно прочесть у писателя-натуралиста. Они не только посвятили свою жизнь изучению и охране природы, но и подарили нам замечательные книги со своими наблюдениями и зарисовками. Множество забавных случаев, произошедших с мишками, мы можем встретить на страницах этих книг. Мишки из книжки Александр Архангельский «Я белый медведь». Белый медведь настоящий царь севера. Он не только самый большой и самый сильный, но и отличный пловец, ловкий нырящий, хитрый охотник. Из этой книжки вы узнаете, почему медведю жарко во льдах, какого цвета у него шерсть на самом деле, на какую высоту умеет прыгать белый медведь, зачем он приходит в гости к полярникам и кого опасается северный великан. Книгу написал Александр Архангельский, телеведущий, автор и режиссер телепрограмм и телефильмов, писатель, литературовед, публицист, член жюри многих литературных премий, обладатель различных наград и званий. Его книги и статьи издаются не только в России, но и за рубежом. Олег Бундур в гостях у белого медведя. Книга, составленная из заметок, сделанных писателем во время путешествия на атомном ледоколе. Получилась очень познавательная книга. Автор рассказывает об истории покорения Севера, о жизни полярников на полярных станциях, о морских милях, параллелях и меридианах, устройстве ледокола, о Баренцевом море, теплом течении Гольфстрим и о многом другом. Кроме того, книга полна авторского юмора с самых первых страниц. Олег Бундур «Давстреча белому медведю» Многие ли из вас бывали на Северном полюсе, видели белых медведей, гуляющих по огромным льдинам? А кто ездил на настоящем атомном ледоколе? А вот автору книги Олегу Бундуру это удалось. На ледоколе «50 лет победы» он совершил путешествие по Северному Ледовитому океану, к Северному полюсу и обратно. И не просто посмотрел на все, но и написал книгу, чтобы рассказать детям обо всем удивительном, что он увидел. Простым и понятным языком автор рассказывает о белых медведях, тюленях и северных птицах, о порядках на судне и даже объясняет устройство атомного двигателя. Нет никаких сомнений, что книга станет отличным подарком для всех, кто любит географию, интересуется путешествиями и сам мечтает посмотреть на самые необыкновенные места на нашей планете. Диана Лапшина Мишка Самый русский зверь Наверное, у каждого маленького мальчика или маленькой девочки есть любимый плюшевый мишка, и им будет очень интересно узнать, почему эта игрушка так популярна во всем мире. Для русского человека медведь всегда был особенным животным. Не зря он является героем многих сказок и былин, пословиц и поговорок и даже стал символом двух олимпиад. В книге Мишка Самый русский свет ребята прочитают о медвежьих потехах прошлых веков и о современных цирковых медведях. Мальчикам и девочкам будет интересно узнать, что едят медведи, как обустраивают берлогу в преддверии зимы, сосуд для него плавые беспячки и как появляется на свет медвежат. Интересные истории о Мишках дополнены большими красочными авторскими иллюстрациями. Вера Чаплина Фомка Белый Медвежонок Автор книги Вера Васильевна Чаплина известная писатель и натуралист много лет проработала в Московском зоопарке. Она работала с детенышами самых разных животных. Вера Васильевна считала, что животные имеют радоваться, любить и страдать как люди. В этой книге она рассказала о белом медвежонке Фомке, как он оказался в зоопарке, в чем заключался секрет Фомкиной болезни, каким было его любимое лакомство и как он подружился с тигрицей сироткой. Ответ на эти вопросы вы получите, прочитав рассказ, написанный с юмором и большой любовью к животным.